Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Кристина Надершина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Армения и Азербайджан снова воюют. Кредитные карты в России под угрозу. Яндекс планирует купить Тинькофф Банк. На границе Армении и Азербайджана уже несколько дней не прекращается вооруженный конфликт. Стороны по очереди обмениваются ударами, от которых гибнут как военные, так и мирное население. Накануне в Армении ввели военное положение. Смотрим. Между двумя соседними государствами может начаться война. Уже несколько дней на границе Армении и Азербайджана разгорается военный конфликт, унося жизни как военнослужащих, так и мирного населения. Власти Азербайджана утверждают, что во время военных действий были ранены и убиты 550 армянских солдат. В Армении заявили о 200 убитых азербайджанцах. Обе стороны опровергают данные друг друга. В таких конфликтах обычно количество жертв с противоположной стороны всегда преувеличивается. И делают для того, чтобы та сторона, которая увеличивает количество жертв, она демонстрирует свое преимущество над той стороной, которая эти жертвы понесла. То есть создается иллюзия, что за счет вот этого количества понесенных потерь какая-то из сторон одерживает преимущество другой стороны. Нагорно-Карабахская автономная область стала предметом споров между Арменией и Азербайджаном еще в 1988 году. В 1991 году была создана непризнанная Нагорно-Карабахская республика, объявившая о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над автономной областью и семью, прилегающими к ней районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция. На данный момент военное положение введено как в Армении, так и на некоторых приграничных территориях Азербайджана. Армия Азербайджана находится в предельно боеготовом состоянии, никакого дополнительного военного положения всеобщего не требуется, всеобщая мобилизация не требуется. Мы не можем сказать о том, что Армения находится в худшем военном положении, но еще раз говорю, все-таки факт введения всеобщей мобилизации говорит о том, что это действительно чрезвычайная ситуация. Пока что официальной войны друг другу никто не объявлял. По словам экспертов, если такой сценарий все же случится, то последствия станут неблагоприятными для обеих стран. Если это перерастет на этап, который будет характеризоваться как война, то это вызовет крайнее перенапряжение усилия и обоих этих государств. Что, естественно, отразится и на экономическом, и на новом положении. Количество жертв будет возрастать, масштабы разрушения будут усиливаться. За ситуацией на границе Армении с Азербайджаном наблюдает весь мир. Многие страны, включая Россию, настойчиво рекомендуют обеим странам сесть за стол переговоров, чтобы урегулировать конфликт. Неясно, куда приведут события, разворачивающиеся в Нагорном Карабахе. Ясно только одно, что странам нужно как можно скорее урегулировать конфликт, чтобы избежать дальнейших смертей. Лев Диденека, Универ, Ньюс. В Казанском федеральном университете состоялась церемония вручения молодежной премии имени Евгения Завойского среди молодых ученых за 2020 год. Из шести финалистов трое представителей Казанского федерального университета стали обладателями премии. Дмитрий Иванов, Дарья Мельникова и Артем Александров. Банки в России не смогут больше навязывать свои услуги клиентам. Такие поправки правительство внесло в законопроект о потребительском кредите. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете. Новые поправки в закон о потребительском кредите серьезно обеспокоили российские банки, которые работают в розничном сегменте. Больше всего рискует сегмент кредитных карт. Банкир считает, что банкам запретят обуславливать выдачу суда, например, покупкой клиентам страховки либо других дополнительных услуг. Авторы законопроекта считают необходимым ограничить возможности банков продавать услуги в пакете. То есть, например, если клиент хочет получить кредитную карту, он не должен быть обязан приобрести еще какие-то дополнительные услуги. Если право заемщика на свободный выбор будет нарушено, то гражданин сможет рассчитывать на возмещение, принесенное моему ущерба. По мнению участников банковской ассоциации, этот законопроект может нарушить баланс интересов кредиторов и заемщиков. Конечно, если любую услугу можно будет признать навязанной и вернуть деньги, то это породит в том числе и мошенническое поведение со стороны клиентов банка. Еще одно новшество, которое вызывает у банкиров обеспокоенность – это влияние нормы на сегмент кредитных карт и карт с овердрафта. При оформлении этих продуктов банк создает клиенту счет, посредством которого выдает деньги для совершения платежей и открывает кредитный лимит. А заемщик может не только взять в долг у банка, но также переводить деньги с кредитки или снимать наличные. Новый законопроект в текущей формулировке может создать риск признания дополнительных услуг по счету и дополнительных услуг по карте незаконными. Если действительно законопроект будет предусматривать подобные условия, то банки будут вынуждены либо отказаться от подобных услуг по кредитным картам, либо отказаться от комиссии за эти услуги, но они тогда будут вынуждены повысить цену, в принципе, за обслуживание карты. Кристина Надышина, Ленардо Влетьяров, Универа Ньюс. Яндекс планирует купить Тинькофф Банк. Уже несколько дней компании ведут переговоры для взаимовыгодной сделки. К чему она может привести, узнаете в нашем следующем сюжете. Яндекс. Одна из самых быстро развивающихся российских компаний в области информационных технологий. Существуя еще с 90-х годов прошлого столетия, Яндекс превратился из поисковой системы в одного из крупнейших поставщиков цифровых услуг для человека. Такси, доставка еды, каршеринг, карты, маркетплейс и множество других приложений, которые найдутся в смартфоне у любого человека. Теперь к этому списку может присоединиться еще и банк. Компания Яндекс ведет переговоры с представителями CSC Group о возможной покупке Тинькофф Банка. CSC Group, основанная российским предпринимателем Олегом Тиньковым, чей основной актив Тинькофф Банк, уже несколько дней ведет переговоры с представителями компании Яндекс о продаже. По предварительным данным, сумма сделки может быть порядка 5,5 миллиардов долларов. Причем часть этой суммы будет профинансирована деньгами, а часть – акциями Яндекса. Банк станет, по сути, дочерней компанией Яндекса. Что это даст? В первую очередь, это даст Яндексу более широкие возможности по финансовому обслуживанию своих пользователей. А Тинькофф Банку даст возможность более свободно использовать электронные сервисы, которые предоставляет Яндекс. По словам экспертов, для еще большего развития компании Яндекс необходима собственная система работы с платежами. На это место как нельзя лучше может подойти банк. Существует не так много банков, которые можно приобрести. Один из таких, возможно, станет Тинькофф Банк. Яндекс планирует развиваться как технологическая компания. То им точно нужна отлаженная система платежей. При этом не только самих технологий, но еще и клиентская база, уже написанные сервисы и так далее. Вопрос, что где брать готовые финансовые технологии, людей, сервисы и так далее. Это действительно готовый банк. А Тинькофф оказался таким банком, который на это пошел. У них тоже есть свои интересы. Покупка Тинькофф Банка Яндексом имеет не только коммерческий смысл. Поскольку это две крупные компании, то за время существования собрали существенную базу данных пользователей. Теперь, после возможной покупки, база данных объединятся, тем самым раскрыв новые возможности для ведения бизнеса. Яндекс – это преимущественно поисковик, рекомендательная система, Яндекс.Маркет, то есть большая база данных пользователей и их запросов. А Тинькофф – это база данных по пользователям, их платежеспособности и так далее. То есть таким образом, если совместить эту базу, то, например, для банка это может быть так, что можно предугадывать кредитоспособность клиента, опираясь на данные, которые есть о нем. По словам экспертов, покупка Яндексом Тинькофф Банка может хорошо сказаться на пользователях этих двух компаний. Позитивным это может быть для пользователей их услуг. Те люди, которые пользуются сервисами Яндекса, и те, кто пользуются сервисами Тинькофф Банка, они смогут расширить свои возможности, получить какие-то дополнительные сервисы, дополнительный функционал, не выходя за рамки привычных своих интерфейсов. Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки активов. На данный момент обе компании намерены совершить сделку, но окончательного решения еще нет, как и окончательных условий продажи. Лев Диденко, Велета Басова, Универ Ньюс. Как просыпаться легко и быть бодрым весь день? Почему врачи рекомендуют перейти на осенний режим сна? Смотрите в следующем сюжете. Специалист объяснил, что ориентироваться только на то, что спать нужно примерно 8 часов, ошибочно. Врачи советуют ложиться спать раньше. Это связано с тем, что сдвигается момент наступления темноты, поэтому изменение режима является естественным. Обязательный режим сна, обязательно вставать и ложиться в одно и то же время, причем это время должно соблюдаться и в рабочие, и в праздничные дни. Осенью человеку необходимо правильно выстроить график сна. Это влияет на работоспособность, нервную систему и здоровье человека, подчеркивает терапевт. Также рекомендуются прогулки перед сном. На свежем воздухе движения для сердечно-сосудистей, то есть для нервной стен и для всего это очень полезно, в вечерней прогулке обязательно нужно. Также специалист поделилась методами, которые помогут при раннем подъеме. Как проснулся, сразу нужно включить яркий свет для того, чтобы мелатонин, гормон сна, он разрушается на свету. И если создать хотя бы искусственное освещение яркое, то этот мелатонин будет быстрее разрушаться и человек быстрее будет приходить в норму. Влияние сна на продуктивность учебы поразительно, отмечает эксперт. Поэтому важно выстроить правильный режим сна и заниматься спортом. Продуктивность больше, если будет физическая активность, если будет движение и если будет достаточный сон. Татьяна Ефремова, Кристина Надыршина, Ленардо Валитьяров, Универньюс. На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok